МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Зухра Алиева. Здравствуйте! В эфире спецвыпуск, посвященный самому памятному дню для всей России. Дню победы в Великой Отечественной войне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великой Отечественной войны в Великой Отечественной войне. Молодец. Добрый желаю, кейс-полковник. Спасибо большое. Ждем победы. Главное, в добром здравомедестве. Спасибо. С праздником! С праздником! Я вас всех поздравляю с этим Великим Днем, Днем Величия нашего народа. Мы будем помнить, мы будем благодарны. Великим Днем Величия нашего народа. Мы гордимся непокоренным, дублестным поколением победителей. Тем, что мы их наследим. Сегодня праздничные мероприятия прошли по всей стране. Исключением не стала и наша республика. В честь праздника на центральной площади Каспийска прошел традиционный парад, посвященный 77-й годовщине Победы. Торжество собрало тысячи дагестанцев, ну и, конечно же, главных героев праздника – ветеранов. На месте события побывал и наш корреспондент Карим Данеев. Ему слово. Главный республиканский парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно проходит в Каспийске. Дагестанцы пришли на торжественный митинг, чтобы поздравить героев и почтить память погибших на полях сражений. Перед началом церемонии все участники и гости мероприятия прослушали обращение президента России Владимира Путина. 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней немеркнет. В этот день в нескончаемом потоке бессмертного полка дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми и уже ушедшими от нас ветеранами. Мы гордимся непокоренным, дублестным поколением победителей, тем, что мы их наследники. И наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм. Офицеры краснознаменной Каспийской флотилии вынесли знамя Победы, после чего с приветственным словом ко всем дагестанцам обратился глава региона Сергей Меликов. Поздравляю вас с Днем Победы, важнейшим государственным праздником нашей страны, который имеет для каждого из нас глубоко личное измерение. 77 лет прошло с тех весенних дней, когда на измученную землю пришел мир. Но мы все так же остро чувствуем сопобеждающую силу патриотизма, безграничную благодарность поколению, поколению победителей и скорбь о ушедшем от нас. Сегодня особенно важно еще раз обратиться к истокам Победы 45-го года, осмыслить уроки и ценности этого величайшего исторического события 20-го века, его значения для понимания современной ситуации в мире, верности выбранного России пути. Мы обязаны помнить, что именно наша страна обратила в прах претензии нацистов на мировое господство. Именно наши солдаты сокрушили отлаженную военную машину Третьего Рейха и раздавили кровавое чудовище в его собственном логоте. Именно наш народ отстоял свободу и независимость Родины, не жалея себя, освободил Европу, принес мир человечеству ценой немыслимых жертв и незмеримой боли. Солдаты и офицеры вооруженных сил прошли строевым шагом по главной площади Каспийска. Более тысячи военнослужащих, матросы Каспийской флотилии, бойцы пограничных войск, Росгвардии, МЧС и других армейских подразделений. Вниманию зрителя была также представлена современная боевая техника. Командир роты капитан Курбетов Парад Рамисович. Торжественным маршем проходят вооружения. Ветеранов благодарят за доблесть и отвагу. Один из тех, кто присутствовал ветеран Великой Отечественной войны, Муса Багаудинов, на войне потерял двух братьев и сам был ранен. Победу встретил в госпитале. Я, конечно, на войнах молодым парням страшно был и боялся, и страшно было идти на войну. Ну, привыкли, привыкли постепенно это тоже. И на войну шли, и шли отличным настроением за Рудину, за Сталина. Оборудование Кавказа меня раз поранили, второй раз поранили, третий раз меня осколками сильно поранили в животе. В праздничном шествии также приняли участие юно-армейцы и кадеты местной морской школы-интернат. В глазах молодых людей, несмотря на совсем юный возраст, присутствует понимание о значимости этого праздника. Уже сейчас они знают, почему необходимо помнить и чтить историю. Эти мероприятия очень важны, чтобы помнить о событиях войны, о нацизме, о том, что происходило на войне. Мы должны помнить и чтить наших всех солдат, также проводить такие мероприятия по часу, чтобы наша молодежь, чтобы интересовалась этим всем и чтобы таких случаев, как в нашей войне, не происходили. По официальным данным, война унесла жизни около 27 миллионов человек. Из нашей республики были призваны свыше 180 тысяч человек, и около половины из них не вернулись с фронта. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. Сергей Меликов также посетил на дому ветерана Курбана Курбанова и поздравил его с Днём Победы. Также глава региона принял участие в шествии бессмертного полка. Сергей Меликов взял с собой портрет своего дедушки Меликова Нурмагомеда Баловича. До войны он был обычным гражданским человеком, который проживал в Суриманстанском районе Дагестана. Когда началась война и когда у нас в Дагестане состоялось формирование 345-й, как её до сих пор называют, дагестанской дивизии, дедушка попал туда на офицерскую должность одним из тех, кто был призван с территории Дагестана. Наверное, вы все знаете, я не буду об этом говорить. 345-я дивизия, наша стрелковая дагестанская дивизия, она может быть в какой-то степени тоже очень символична сегодняшним дням, потому что это дивизия, которая в полном составе участвовала в крымской оборонительной операции. По сути дела, она вся там легла. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли и в Махачкале. Всё традиционно началось с праздничного митинга на Центральной площади. Волонтёры развернули копию Знамени Победы. Студенты и горожане держали флаги и плакаты с поздравлениями. Выступая перед собравшимися, глава города Салман Дадаев поздравил ветеранов войны, горожан и гостей столицы 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня, как никогда, мы понимаем актуальность того, как важно сберечь память, потому что мы в неоплатном долгу, мы всегда будем должны советскому солдату, который подарил нам это мирное небо. Уважаемые ветераны, дорогие махачкалинцы, гости, я вас всех поздравляю с этим великим днём, днём величия нашего народа. Мы будем помнить, мы будем благодарны. С праздником вас! По завершении официальной части с площади выдвинулась колонна ретроавтомобилей. Во главе легендарная «Волга-М-21» с главными участниками торжественного митинга, ветеранами Великой Отечественной войны, Ибрагим Пашой Садыковым, Юрием Петрухиным и Ахмед Наби Апашевым. Под аплодисменты и приветствия горожан ветераны доехали до парка Ленинского комсомола, где прошла церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Ну а закончилось всё шествием бессмертного полка. Колонна прошла по проспекту Расула Гамзатова до пересечения с улицей Ливаневского и разделилась на два потока. Одна часть направилась к Родопскому бульвару, а вторая – к Русскому драматическому театру имени Максима Горького, где прошёл праздничный галоконцерт. С Днём Победы соотечественников поздравил и муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Дорогие соотечественники, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также дети войны, позвольте искренне от всего сердца поздравить вас с Днём Победы. Да сохранят Всевышний всех вас в здравии, в добром расположении духа и в истинной вере. Мира и милости Создателя всем нам, дорогие братья и сёстры, говорится в поздравительном тексте. Память об участнике Великой Отечественной войне, старшем штурмане 32-го бомбардировочного авиаполка Идрисе Гасановича Идрисове теперь будет жить не только в сердцах благодарных Осавертовцев, но и в названии улицы, на которой он проживал. Идрис Гасанович был призван в Красную Армию в 1940 году. С 1942 по 1944 годы участвовал в воздушных боях. Совершил более 100 вылетов в тыл врага. Был в числе первых, кто бомбил Берлин. Торжественную церемонию открытия памятной таблички в честь названия улицы именем ветерана посетили чиновники республиканского правительства, а также руководители города и района. Осавертовцы, которые жили рядом с ним, которые жили по соседству с ним, настояли на том, чтобы именно вот то самое место, та самая улица, на которой он жил, было присвоено звание Идриса Гасановича. Мы очень гордимся Идрису Гасановичу. Конечно, это великий человек. Пока есть вот такая добрая память, как в сегодняшний день, конечно, всегда они будут живы, они будут в наших сердцах. А в Дербенском районе навестили участника Великой Отечественной войны Саидова Тилпара Тамадаевича. Выразить слова благодарности за Великую Победу, пожелать всего наилучшего. Вручить цветы и подарки прибыли чиновники администрации, а также депутаты и другие официальные лица района. Ветеран Саидов Тилпар родился в 1924 году в селе Чумли Кайтакского района. В 1944 году был призван в армию рядовым, где сразу же был направлен на фронт пулеметчиком. Участвовал в освобождении в восточной части Австрии, Румынии и Венгрии. Получил ранения, имеет боевые награды. Батан Иванович, дорогой ты наш. Мы прежде всего хотим вам пожелать крепкого здоровья. В этом году вам будет всего лишь 98. Через два года мы придем, вместе с вами отпразднуем ваше столетие. Будьте в боевом строю, будьте также с таким хорошим настроением, с таким прекрасным окружением, близкими, чтобы вы нас радовали и всегда давали такое напутствие для того, чтобы мы могли приезжать и честить вас. Уважаемые друзья, благодаря нашим ветеранам, благодаря тем, которые полегли поляк за свободу и независимость нашей страны, мы сегодня живем в таком обществе. Это все на сегодня. Еще раз с праздником и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова